В Красноярске машину скорой помощи с пациентами на полном ходу протаранил Фольксваген. Авария произошла накануне поздно вечером на перекрёстке Ладо Кицхавелли и Копылова. Пострадала фельдшер спецавтомобиля. Подробности происшествия в сюжете Максима Лебедева. Перекрёсток Копылова-Кицхавелли. Машина скорой помощи с включёнными сиренами проезжает на красный свет. Водитель Фольксвагена двигается на большой скорости и не успевает вовремя отреагировать. Спецавтомобиль получает удар вбок, опрокидывается и катится по асфальту. Свидетелями этого происшествия минувшим вечером стали десятки горожан. Водители и прохожие сразу же бросились на помощь пострадавшим неотложке, которые оказались заблокированными в машине. Слышу грохот, удар. Ну, понял, что случилась авария. Стал звонить спасатели в 112. Вот, они зафиксировали вызов. Спустя 3 минуты приехали пожарные. Спустя где-то 15 минут приехала первая скорая. Спустя, я засёк полчаса, приехали первые полицейские. Скорая возвращалась с вызова. Спецмашине ехали водитель, фельдшер и 15-летний пациент. Очевидцы ДТП первым делом вытащили и уложили на землю подростка. Затем принялись спасать водителя и медработника. И мы сразу выберли скорую. Смотрю, водитель не мог выйти. И там потом лобовой разбили. Вот все руки. Водитель, оправившись от шока, выключил зажигание служебной машины, чтобы она не загорелась. Прибывшие на место ДТП пожарные дополнительно облили её водой. Теперь автомобилю предстоит серьёзный ремонт. Удар пришёлся в бок автомобиля. Бампер Фольксвагена попал под заднее колесо. Из-за столкновения крепление от кресла, которое находится внутри скорой, пробило обшивку. Когда кузов ударился о проезжую часть, от стены в салоне оторвались шкафчики с медицинским оборудованием, треснула крыша и отлетели лампы внутреннего освещения. Несмотря на сильный удар, серьёзных травм у пассажиров скорой нет. По словам директора Асана Автотранса, спасли элементарные меры безопасности. Водитель, медицинский работник и пациент были пристёгнуты ремнями безопасности. Слава Богу, никто не пострадал серьёзным образом. Единственное, значит, пострадавшее – это медицинский работник. Значит, у него ушиб руки, мягких тканей и лёгкое, значит, сотрясение головного мозга. Пациент тоже не получил травм. С момента аварии его оперативно доставили в Красноярскую БСМП. Пациент доставлялся к нам в больницу по скорой помощи в связи с предполагаемым заболеванием. В ходе произошедшей аварии не пострадал и сейчас он получает медицинскую помощь в связи с поставленным диагнозом. Прибыл другой экипаж скорой помощи и его привезли к нам. Водитель «Фольксвагена» от комментариев отказался, сославшись на плохое самочувствие после аварии, но сообщил, что место происшествия не покидал, дождался приезда полиции. На Копыловском мосту после аварии образовалась пробка. Движение по нему восстановили лишь спустя три часа с момента аварии. ГИБДД сообщили, по факту ДТП ведётся проверка, результаты будут известны через месяц. Елена Николаева, Максим Лебедев, Илья Сенькевич, 7 канал.